Эмблема стала на 20% больше. Теперь точку G в перевозках можно найти гораздо быстрее. Светодиодная оптика теперь в базовом оснащении. Трехсекционный бампер. Новый пластик зеркал заднего вида. Регулировка в тысячи плоскостях, как на Вольво. Обновленные кресла. Новый матрас серии не Т. Пожалуй, это все, что вам нужно знать об обновленных грузовиках Рено Т. На этом все. Традиционно дизлайк, отписка. А пока всем пока. Ну а если вы все-таки хотите подробнее узнать об этих машинах, в Вилкоме в продолжении этого видео. Тракс ТВ приветствует вас. Погнали! Итак, друзья, как, наверное, многие из вас догадались, мы сегодня находимся на сочинском автодроме, где буквально неделю назад проходил этап чемпионата России. И вот здесь прям стартовали и носились вот эти болиды. Болиды, вот, спортивные журналисты говорят, болиды это плохо. Это не болида, это просто гоночные автомобили. Окей. Ну а сегодня в распоряжении Тракс ТВ на несколько часов нам отдали вот этот трек, где мы снимаем вот эти интереснейшие на самом деле автомобили. В данном случае это у нас Рено Т. Вообще в модельной линейке компании Рено Тракс. Есть Т, это магистральники. С, К, это у нас, соответственно, строительные версии. Есть Рено Д, это машины для дистрибуции, ну то есть среднетоннажники. Ну а в данном случае, конечно же, мы снимаем обновленные Т-шечки. Действительно, у большинства из нас и у меня тоже возникал вопрос. В 2013 году, значит, дебютировала Т-шечка, вот как она была показана, и примерно в таком же виде она сейчас и приехала. Собственно, что поменялось-то? Да, изменения минимальные, но если посмотреть, например, на изменения, которые получили, там, телефоны Самсунги, там, айфон, 13-й айфон, который вот-вот недавно показали. Кроме того, чтобы добавили пару тысяч рублей к ценнику и пару плюшечек там при видеосъемке, особо ничего по большому счету не поменялось, потому что это уже довели до такого, можно сказать, совершенства, что дальше модернизировать уже просто некуда, пока ничего принципиально нового не придумано. То же самое у нас и среди производителей грузовиков. Что еще можно здесь сделать? Кабина огромная есть, есть. Светят фары, светят. Круиз-контроль активный есть, есть. Спальник широкий, широкий. В общем, ну что еще можно сделать? Конечно же, просто дошлифовывать и допиливать то, что уже было сделано. Да, конечно же, если вы спросите, ну как это, ты что хочешь сказать, что это идеальная машина? Друзья, ну конечно нет, конечно нет, ни один. Что Мерседес, Манн и Века, неважно. Все машины абсолютно, все грузовики не идеальны, далеко не идеальны. Как и не идеален, мой любимый грузовик Рено Магнум. Все вы прекрасно знаете, да, я фанате просто по этой машине. Я считаю, что это самое лучшее, что происходило с грузовым автопромом Европы за все время его существования. И этот автомобиль, наверное, самый не идеальный из всех, которые выпускались, но этот автомобиль дарил поистине крутые эмоции. У нас есть видео на канале с Магнумами, посмотрите. Даже на коротеньком тесте, когда ты садишься за руль просто в хлам ушатанного Магнума, ты получаешь просто огромный мешок вот этих эмоций. Эмоций, которые испытывают люди, которые работают водителями, занимаются перевозками не потому, что просто хотят заработать денег, а чтобы еще и получать удовольствие. Так вот, Магнум этого удовольствия дарил гораздо больше, чем все остальные машины. Но сегодня, конечно же, разговор у нас пойдет не о Магнуме. Хорош, наверное, ходить вокруг да около. Давайте переместимся и расскажем про каждую деталь, которая здесь изменилась. Ну, во-первых, конечно же, первое и, наверное, единственное, что большинство из вас заметили, это новые фары. Действительно, фары здесь полностью новые. По-моему, сейчас Рено стало первым производителем европейских грузовиков, которые уже в базовой версии предлагают светодиодную переднюю оптику. То есть галогенки здесь недоступны. Да, галогенки доступны, галогеновые фары только на строительной версии Кейна, тяжелых грузовиков. В грузовиках с остальным бампером там будут галогенные фары. Ну, а в Тэшках теперь только светодиоды. Верхние три секции отвечают за дальний свет. Далее у нас идет полоска дневных ходовых огней и указателей поворот, в которые, ну, включаешь поворот, они здесь так бегают. Ну, в принципе, в предыдущем поколении тоже у нас красивенько так бегали огоньки. Значит, снизу вот эти две секции отвечают за ближний свет. А вот эта секция отныне противотуманка. Если раньше, на предыдущем поколении Тэшки, противотуманки располагались в нижней части бампера, то теперь противотуманки переехали в основной блок фар. Ну, и кроме того, как уже говорил, бампер у нас стал трехсекционным. Отдельные секции появились здесь. Радар активного круиз-контроля сейчас выполнен отдельным элементом и немножечко сместился. Таким образом, теперь заказчик может, значит, заказать окрашиваемую вот эту часть, может отдельно окрашивать вот эту вот букву П и отдельно подкрашивать, соответственно, зеркала. То есть, да, действительно, изменения на самом деле не такие разительные, не такие крупные, серьезные, которые, конечно же, ожидают при появлении нового поколения. Сейчас, например, французы сосредоточились максимально на снижении расхода топлива. Точнее, не столько на снижении самого расхода топлива под давлением властей Евросоюза, а над снижением выбросов СО2, которые, соответственно, у нас образуются при сжигании этого самого топлива. А как нам снизить выброс СО2? Все правильно. Нужно сжигать как можно меньше топлива. А чтобы сжигать как можно меньше топлива, как вы видели, например, первое, что сделали французы, это поменяли полностью все лампы накаливания на светодиоды. То есть по всему грузовику сейчас вы не найдете ни одной старой доброй лампы накаливания. Даже вот эти боковые габариты, они все теперь светодиодные. Кроме того, конечно же, нужно работать над аэродинамикой. Если вы возьмете даже самый старый советский учебник по теории автомобиля, там обязательно будет глава или как минимум параграф, который нам рассказывает о том, что на грузовой автомобиль с фургоном, например, достаточно установить на крышу обтекатель. И только благодаря одной вот этой маленькой детальке можно снизить расход топлива на 15-20%. Так вот, конечно же, здесь обтекатели на европейских грузовиках стоят уже с незапамятных, считай, времен. Поэтому на данный момент идут вообще какие-то маленькие, на первый взгляд, незначительные доработки. Например, вот эти маленькие фендеры или расширители колесных арок, которые обладают такой совершенно незамысловатой, на первый взгляд, формой, но тем не менее они способны уменьшить расход топлива благодаря снижению аэродинамического сопротивления на 0,2%. Плюс у нас вот здесь появились из такого мягкого пластика реснички, которые тоже, в свою очередь, на какие-то там десятые проценты снижают расход топлива. Плюс вот здесь на дверях, как вы видите, появились вот такие дополнительные аэродинамические резиночки. Ну, кроме того, что они, значит, уменьшают аэродинамическое сопротивление, они еще и ступенечки у нас закрывают от туда, значит, залетания брызг грязи, потому что у Т-шечки есть проблема. Есть проблема, что ступеньки очень сильно загрязняются. И вот сейчас вот это просто вынужденная мера, которая позволит не только экономить топливо, но еще и защищать ступеньки от попадания сюда грязи. Ну, конечно, резина в данном случае опять излюбленная уже у всех производителей Michelin X-Multi. Соответственно, ну, это не реклама, это, опять же, просто факт. Зачем мы это рассказываем? Все это прекрасно знают. Ну что, друзья, прошли те времена, когда грузовики Renault были одними из самых дешевых на вторичном рынке. Да, мы сейчас говорим, конечно же, про грузовики, про тягачи Renault Premium, про Magnum. Мы ни слова не говорим, потому что они всегда стояли и будут стоять особняком. Ну, а сейчас, если вы зайдете на авторушечку в надежде обнаружить, что вот все остальные грузовики сейчас дико дорогие, а Тэшка будет дешевой, вы глубоко заблуждаетесь. Вот, например, самое первое предложение. 2018 год с пробегом 515 тысяч километров. Правда, это топовая Тэшка с высокой кабиной. Стоит 8 миллионов рублей за Renault, друзья. Далее идет у нас маленькая Тэшка за 6 миллионов 840 тысяч рублей. 2016 год 471 тысяч километров пробега. Ну и, в общем, порядок цен вы сами все увидите. И, друзья, да, действительно, все-таки народ поверил в эту поговорку, что нынешнее Renault это, по сути, Volvo, но дешевле. Собственно, цена об этом отчетливо нам говорит. В общем, ссылочка на авторунер Renault в описании, а мы продолжаем. Вообще, эти машины у нас в России доступны в двух исполнениях. Это, соответственно, экологическим нормам Евро 5 соответствующие и, соответственно, экологическим нормам Евро 6. Да-да, то есть эти машины уже были доступны у нас в России. Но, как вы знаете, Евро 6 моторы у нас покупают побаиваются. На самом деле, правильно делают, если машина, например, ходит тупо на восток, да, на Владик от Иркутской области. Да, наверное, Евро 6 машины туда пока не стоит засылать. А вот машины, которые эксплуатируются в европейской части страны или ходят на Европу, то на них, наверное, пожалуйста, уже можно заказывать Евро 6 моторы. Тем более, что сами реношники заявляют, что Евро 6 машины на 10% экономичнее, чем в исполнении Евро 5. Но, естественно, они не благодаря вот этим ресничкам экономичнее, а экономичнее за счет того, что Евро 6 мотор теперь у нас обладает другой поршневой, другой турбиной. Да, кстати, здесь, на вот этих машинах, хоть они и Евро 5, они отличаются от тех Евро 5 моторов, которые появились в 2013 году. То есть здесь у нас уже поршневая от Евро 6, другая турбина. Но в Евро 6 мотором ключевое отличие, это, конечно же, система питания двигателя. Кабину не будем сейчас поднимать, потому что вы все равно ничего не увидите. Там обычный 13-й мотор, DXI 13. Если бы это была Евро 6 машина, здесь бы стояла шильда DTI 13. Так вот, там уже стоит топливная система Common Rail, но она очень хитрая. То есть там нет привычного топливного насоса высокого давления, который есть у любой системы Common Rail. Есть рампа, но три форсунки там обычные Common Rail-овские, но три форсунки, насос-форсунки, которые одновременно являются и форсунками, и насосами. И они же одновременно наполняют общую рампу, которая идет на все шесть форсунок. В общем, такая хитромудрая, запутанная система. Вот такую придумали вольвовцы, наверное, чтобы не идти, как все, по проторенной дорожке. Давайте-ка сделаем что-нибудь свое. Давайте вот это вот вымудрим. Насос-форсунки в Common Rail. Это, друзья, конечно, надо постараться придумать. Европейцы признаны просто извращенцы. Да, если бы это сделали Реношники, я бы сказал, ну, это же Рено, это же французы. Но вольвовцы, зачем вы это сделали? Да, естественно, все вы прекрасно понимаете, что грузовики Рено, это грузовики, которые строятся на агрегатах Вольво. Потому что в 2001 году, кстати, в этом году ровно 20 лет, как Вольво Тракс купила, Рено Тракс, а кроме того, Рено Тракс в свое время купила американский МАК, поэтому именно на Магнумах у нас стояли Маковские моторы, а не потому, что они не могли сделать свои. И вот теперь, спустя 20 лет, мы все видим. То есть грузовики Рено сейчас в основном строятся на агрегатах Вольво. Но, конечно же, остались у них и свои придумки, хотя довольно сомнительные. Например, задняя подвеска у нас идет на полурессорах. И для нашей страны это решение немного сомнительное. Не то, что сомнительное. Ездить на такой машине не очень приятно, потому что, когда вы проезжаете крупные неровности, вот на подвеске с полурессорами все тычки, ямы на дорогах, конечно же, передаются на пятую точку водителя и, конечно же, на груз. Поэтому предпочтительнее, конечно же, для наших дорог системы подвески четырех подвесных. Окей, я надеюсь, мы эту машину сможем взять на тест-драйв, сможем ее в ближайшем будущем покатать. Пока вот эти машины вообще предсерийные. Они у нас, как видите, даже нет номеров. Эти машины могут ездить только вот по закрытой территории, потому что они не могут ездить по дорогам общего пользования. Когда машины появятся уже в России сертифицированные, и мы обязательно ее возьмем, надеюсь, возьмем на нормальный тест-драйв, переночуем в этой кабине. Но сейчас нам ничего не мешает все-таки эту кабину оборзеть, потому что там тоже есть изменения. Да, маленькие, но изменения. Пойдемте смотреть. Ну что, друзья, у нас осталось буквально 20 минут для того, чтобы доснять эту машину. Дальше у нас темнеет раз, второй нас отсюда выгоняет, потому что уже дальше мероприятия какие-то будут или еще что-то. Итак, друзья, давайте по изменениям, которые у нас произошли в салоне Тэшки. Вообще, в 13-м году у нас, когда сменился модельный ряд, когда в историю ушли грузовики Рено Премиум, когда ушел в историю непревзойденный Рено Магнум, который ушел, подчеркну, еще раз в тысячный раз, ушел непобежденным, у нас произошла революция, то есть у нас произошла революция, вот эти модельную линейку с буковками Т, К, С, Д. Французы назвали это революцией. Вообще, друзья, в конце ролика я объявлю конкурс, потому что вот эти буковки С, Д, К, Т мне вообще не нравятся. Вот, но это будет в конце, а теперь, друзья, быстренько пробежимся по тому, что здесь изменилось. Во-первых, теперь ключ у нас не нужно вставлять в замок зажигания, потому что самого замка зажигания здесь теперь нет, но у нас появилась кнопка старт-стоп, давайте-ка сразу запустим машину, интересно здесь, так, появилась у нас Рено Тракс, значит, на дисплее на 7-дюймовом. Так, все, не надо, значит, нажимать педаль тормоза, все, у нас машина запустилась, заработал сразу климат, хорошо, потому что душненько стала, высокая влажность и душноватенько. Значит, дальше, у нас изменился немножечко пластик, изменилась пластика передней панели, а теперь он стал чуть более темным, потому что пластик на первых Т-шках, он, ну, скажем так, был не очень, откровенно говоря. Далее у нас появились, появился вот такой интересный держатель сейчас, где у нас тут, где у меня телефон? А, давайте, друзья, вот, вот так теперь крепится телефон, вставляем, и вот этой магнитной штукой... Честно говоря, какое-то сомнительное, так, выключим, какая-то Ангелина мне пишет, сомнительное довольно решение, ну, не знаю, пусть будет. Здесь у нас нет дисплея, мультимедиа системы, дело в том, что мы сейчас снимаем машины в разгар вот этого кризиса полупроводников, когда перебои с ними, да, и многие предприятия останавливают конвейеры, потому что нет блоков управления, там, те же самые светодиодных фар и так далее. Вот в данном случае, так как машину нужно было привезти в Россию, заказать какую-то комплектацию, но вот если бы был дисплей, пришлось бы машину еще какое-то время ждать. Вот, поэтому решили заказать машину без дисплея, но зато здесь можно закрепить планшет. Вот, если бы здесь у нас был 7-дюймовый экран мультимедиа системы, соответственно, сюда бы можно было ставить просто телефон сбоку и был бы еще у нас экранчик. Здесь два разъема Type-C, вот здесь я глубоко не понимаю. То есть долгое время производители коммерческого транспорта не могли поставить элементарные USB в машину, а теперь они аж на Type-C разродились. Ну, понятно, что Type-C в какой-то промежуток времени все-таки сменит окончательно старый большой USB, но пока этого не произошло. То есть в данном случае Рено почему-то поторопились, поспешили и решили обогнать немножечко время. Но стандартный USB у нас есть, он есть сверху, но это для подключения к мультимедиа, соответственно. Здесь же у нас разъем AUX, вот, но телефон здесь заряжать, понимаете, не получится. Управление шторкой сверху, головное устройство мультимедиа, тахограф и, в принципе, наверное, все по мелочам, не будем больше рассказывать. Немножечко изменились полочки. Вот здесь появилась очень интересная полка. То есть, я думаю, в конце концов на многих машинах их будут ломать. Потому что здесь очень хитро сделано, нужно вот так вот сдавить вот эту секцию. Кнопка, она длинная, вот такая, невозможно на камере показать, чтобы доходчиво объяснить. И вот эта кнопка, она длинная и очень неочевидная, нажимается очень туго. И вот если ты этого не знаешь, как открывается этот ящик, можно его выломать просто. Когда ты его просто рукой тянешь, он не открывается. Поэтому нужно сначала сдавить отбортовочку и после этого открывается вот такой ящик. Вот, немножечко не до конца продумали французы вот это решение. Но зато здесь в ящике, вот если посмотреть камеру, сможешь сюда навести? Вот здесь вот такая штука появилась. Очень прикольное решение, когда бумаги формата А4 мы сюда запихиваем. И они вот так здесь лежат. Вот то, что, например, нужно обязательно под рукой здесь сейчас иметь. Барходочки везде. Далее. Далее у нас изменился матрас. Матрас стал другим. Матрас с Иринюте. Я думаю, сейчас мы очень кратенько, голопом по Европам пробегаем здесь. Потому что потом, надеюсь, все-таки возьмем мы машину на тест и уже покатаем ее в реальной эксплуатации. И вот это вот все покажем уже более подробно. Как и покажем, ну, холодильник, что у него внутри, как он охлаждает, как всем этим пользоваться и так далее. А сейчас, друзья, давайте все-таки стартанем и расскажем об этой машине подробнее. Например, подробнее расскажу о сидениях. Сидения здесь новые. Сидения с... Так, пристегиваемся. Красный ремень безопасности. Само сидение новое. Значит, оно имеет по бокам кожаную отделку. По середине у нас тряпочка, подогрев, вентиляция, кресло, естественно, куча регулировок. Но сейчас на европейском грузовике вот этим разнообразием регулировок, конечно, никого не удивишь. Итак, включили свет. И, конечно же, одна из новых изюминок этой машины регулируемая рулевая колонка. Причем кнопка регулировки теперь переехала с панели, переехала в место, скажем так, сцеп-педали сцепления. Точнее, на место пед... Не, не место, где на обычных машинах педаль сцепления. Вот так будет правильнее сформулировать. И теперь рулевая колонка здесь такая же, как на Volvo, которая имеет два колена, в которых она ломается. Соответственно, можно и малое плечо регулировки, и сама полностью рулевая колонка у нас может регулироваться. Есть вот у некоторых водителей вот любовь именно к такому расположению руля, когда чтобы вот прям здесь натирало. Вот. Ну, а тем, кто любит ездить по старинке, устанавливаем вот так рулевое колесо. Далее, коробка передачи. Здесь роботизированная. i-shift. Давайте, наверное, сразу. Значит, перемещаем в положение D селектор. Значит, ручничок у нас электрический. К нему мы уже все давно привыкли. Далее, нажимаем педаль газа. Так, при первом трогании, значит, нам нужно самостоятельно отпустить его. Все, отпустили. Поехали. Здесь появилась у нас кнопочка Echo Off. Это, значит, отключение эко-режима круиз-контроля. Дело в том, что сейчас, конечно же, все замерные заметили из тех водителей, которые начинали свой трудовой путь с грузовиков, которые отвечали экологическим нормам евро-ноль. Так вот, на старых грузовиках, например, на моем МАНе и даже на моем ИВЕКО, хотя там уже Евро-3, ты, когда нажимаешь педаль газа, у тебя машина едет. То есть, у тебя момент сразу, мгновенно под правой педалью, и машина начинает валить. В современных же машинах, задушенных экологией, реакция на педаль газа совершенно иная. Например, если у вас стоит эко-режим управления двигателем и трансмиссией, как бы вы ни топтали педаль газа, она у вас чих-пых, чих-пых, даже если у вас 520-сильная версия. Но ехать она будет, скажем так, очень размеренно, в кавычках, да, так это назовем. Чтобы машина у вас ехала более, скажем так, вот сейчас, кстати, в нейтралку перешла. Экономичный режим. Сейчас машина едет на нейтральке, на выкате. Сейчас моторный тормоз в повороте. Блин, казалось бы, сейчас надо насладиться нам трассой, но нет, друзья, увы и ах, мы не успеваем про машину-то толком рассказать. Естественно, двигатель здесь вольвовский, D13, в евро пятом исполнении, с моторным тормозом V+. Ретардера здесь нет, но вольвовцы сделали очень крутой моторный тормоз, и он великолепно осаживает машину, но уж тем более пустую машину, как в данном случае. Но вернемся про вот эти задушенные машины. Так вот, вот эта кнопочка Eco Off позволяет хоть чуть-чуть сделать машину более прыткой. Но в базе ее нет. Как я понял, ее можно заказать только за доплату. В обычном, в стандартном режиме машина у нас максимально экономична, заточена под максимальную экономию топлива. Есть еще такая штука, как мне рассказали представители компании, что можно за доплату, то есть хозяин парка может заказать функцию ограничения вмешательства в работу трансмиссии. Вот сейчас, смотрите, у нас в ручном режиме мы можем понизить, например, передачу с десятой на девятую, на восьмую. Кстати, заодно отормозимся. Да, V+. Так. Не могу средоточиться на вождении, естественно, надо рассказывать про машину. Так вот, заказав опцию ограничения выбора передач, по мере роста скорости водитель лишается возможности вмешиваться в работу трансмиссии. То есть, когда машина разогналась выше шестой передачи, далее водитель уже не может вмешаться в работу трансмиссии. Блин, по трассе Формулы-1 мы катаемся вместе с того, чтобы насладиться прописыванием поворотов. Горы впереди, стадион вот этот, вот Сочи. Я рассказываю о том, как водители страдают и лишаются возможности вмешиваться в управление автомобилем. Куда катиться? Ну ладно, ничего страшного, друзья. Будет она нашей улице праздник, продолжаем рассказ. Как вы обратили внимание, вот здесь у нас идут вот такие интересные окрашенные в цвет кузова ободки дефлекторов системы вентиляции. Это опция, это, безусловно, украшательство. Никакого отношения к экономии топлива и удобства водителя это не имеет. Но, тем не менее, имеет место быть. И очень удивительно это наблюдать, учитывая, что в последнее время производители начали подзабивать на то, как себя водитель чувствует в машине. То есть, да, какие-то там подрессоренные сидения и так далее они делают, а вот чтобы глаз радовался, вот об этом уже постепенно производители забывают. А ведь все-таки грузоперевозки это тот сегмент бизнеса, бизнеса, которым люди редко занимаются просто для зарабатывания денег. Как уже многократно я убеждался, разговаривая с руководителями маленьких парков, дальнобойщиками-частниками, руководителями средних парков. Они занимаются этим бизнесом не только потому, что это приносит им деньги, а еще и потому, что они получают удовольствие от этого. И недаром многие хозяева, руководители парков сами часто садятся за руль и едут в рейс, потому что они кайфуют от этого. И именно такие люди кайфуют вот от этих вот штучек типа ободков, дефлекторов системы вентиляции. Они кайфуют от кожаного руля, они кайфуют от того, что у них сиденье с вентиляцией, с подогревом, вот от таких кроваток. Так и должно быть, потому что не все в мире измеряется деньгами, себестоимостью, стоимостью километров, скоростью оборачиваемости денег и так далее. Потому что есть что-то более важное, наверное, в жизни любого человека и любого бизнесмена, кроме как получения и извлечения прибыли. И очень круто, что производители все-таки временами вспоминают об этом. И очень круто, что реношники не пошли у всех на поводу и не стали делать средистистический дизайн. Эту машину вы можете обзывать как угодно. Страшной, уродливой, красивой, но она выделяется. Да, это не магнум. Но эта машина, кстати, очень круто подходит в качестве объекта для дальнейшей модернизации, для дальнейшего тюнинга. И эта машина, особенно в версии T-High, когда перевозчики покупают именно машины, которые потом дорабатывают элементарно. Даже покрасив некоторые элементы, вот эту вот пэшечку на фальшадиаторные решетки, уже машина обретает другой вид. А сейчас светодиодная оптика, кстати, мы еще, наверное, подснимем. Уже немножко стемнело, и будет видно, как они, эти фары работают, как они светятся. И эта машина действительно смотрится круто. А если приложить руку к салону, например, вот этот пластик, хоть они его и доработали, но он все равно выглядит дубовым. И он и есть дубовый. Он жесткий, он выглядит некрасиво. И вот если вот обтянуть его кожей, там, светлой кожей, друзья. А вот эта спальная полка, которую мы вам не показали, и обязательно покажем, когда возьмем машину на тест-драйв. Как она пополам складывается, образуя полку, на которую водитель может положить вещи. Это же круто! Почему только рыношники это сделали? Почему остальные этого не делают? Ведь все же прекрасно знают, что большинство водителей ездит по одному. И вторая полка у них является складом для вещей. И почему только рыношники догадались вот эту полку ломать пополам, чтобы сумки там спокойно лишали и не вываливались при торможении. Это же круто! Так, друзья, а что это мы скромче? Давайте тапку в пол. Я выключил режим эко-офф, погнали! Да, здесь поработали над шумкой. Здесь поработали над теплоизоляцией. Друзья, мы первые журналисты, которые на грузовиках рассекают по трассе Формулы-1 в Сочи. Ну, по крайней мере, нам сказали ребят, которые работают на автодроме, что это первые грузовики, которые здесь вот ездят. Не в плане там строительства, да, которые тут строили все это, а которые прямо вот по концу ездят. Ну, такая вот сомнительная ачивочка, но у нас в копилке имеется. Trax TV первые, кто, собственно, это осуществил. На самом деле интересно. Я не так представлял свой первый приезд на автодром в Сочи, где, собственно, гоняется, проходит один из этапов Формулы-1. Но, тем не менее. Это очень необычно, на самом деле, когда ты на грузовике едешь по этой трассе. Да, и сейчас вот, ну, люди, видимо, с работы здесь идут как раз 6 часов, и просто у людей... Кого-то такие! Фура на трассе на кольце! Это очень необычно. Ай, рука тянется за рычагом. Что ты будешь делать? Ёлки-палки, у нас противобуксовочная система срабатывает, друзья. Система стабилизации. Ну, мы же тут ничего такого не делаем. Ну, да, ну что, 520 лошадок-то, секундочку, друзья. Друзья, финиш! Финиш! Эх, так, нейтралочка! Отлично! Выключаем горничок, включаем ручничок, отстегиваемся, выходим и зафиналиваемся. ну что друзья вот такой у нас маленький ознакомительный обзор и тест-драйв evolution где его лишь вот evolution написано evolution рено т и знаете что друзья я хочу сделать вот этот конкурс значит вот такую подушечку для сна и вот эту кепочку рено тракс я отдам тому человеку который придумает нормальное название для этой машины вы посмотрите дизайнеры упражнялись в дизигне сделали эту машину узнаваемый необычный интересный а маркетологи придумали название т ну как можно назвать т вот были премиум вот и свет погас солнце кончилось значит а был magnum и на смену приехал что мы до сих пор многие не понимают как как модель называется как как до сих пор люди не могут привыкнуть и так значит конкурс друзья вот этот приз вот этот вот подарочек получит тот кто придумает какой-то интересный оригинальный и максимально подходящий этой машине название на этом все дизлайк отписка а пока всем